Помощь в трудоустройстве, предоставление жилья и возможности образования. Эти темы затронули члены Кустанайского филиала на встрече с президентом общественного объединения Казахстанское общество глухих. Сейла Уолю Марханова прибыла в регион, чтобы ознакомиться с работой, которая ведется в рамках поддержки лиц с инвалидностью. Участие в мероприятии также приняли и специалисты сферы социальной защиты. Подробности. Данная встреча стала диалоговой площадкой для лиц с ограниченными возможностями и представителями сферы социальной защиты области. Вопросов накопилось немало. Членов общества интересуют сроки предоставления льготного жилья и возможности трудоустройства. Здесь, в Кустанайской области, в городе Кустанай, имеем свое специализированное предприятие. Для чего создано это специализированное предприятие? Для того, потому что эти люди, ограниченная у них возможность по слуху и речи, поэтому им было бы комфортнее работать у нас в специализированном предприятии. И мы их обучаем, это учебно-производственное предприятие. Здесь они знакомятся, они создают семью. Ну, одним словом, комфортнее работать здесь, на учебно-производственном предприятии. Большинство вопросов, что поднимают, на встречи связаны с трудоустройством. Не все руководители признаются члены объединения. Охотно принимают людей с ограниченными возможностями. Хотя это регулируется социальным кодексом, который вступил в силу 1 июля текущего года. Вопросы трудоустройства – это один из основных направлений деятельности сферы социальной защиты для лица инвалидностью. Например, возьмем первое – это установление квоты для трудоустройства лица инвалидностью на предприятиях любой формы собственности. В соответствии с социальным кодексом квота устанавливается от 2 до 4% от численности работающих на данном предприятии или учреждении. Независимо от формы собственности, любое предприятие и учреждение должны соблюдать данную квоту. Единственное, только рабочие места здесь не должны учитываться, которые на тяжелые и с вредными условиями труда. Оксана Отечка на протяжении нескольких лет работает специалистом по языку жестов. Людям с нарушением слуха она помогает буквально на всех этапах работы с документами, будь то трудоустройство или консультация врача. График, говорит, плотный. День зачастую расписан по минутам. У нас у каждого специалиста есть своя группа подопечных людей. Мы их обслуживаем по городу, ну, в любые организации – поликлиники, полиция, ГАИ, там, что у нас сейчас-то бывает. Но в основном у меня поликлиники, где-то какие-то документы они оформляют, где-то какие-то сложности. Вот завтра у нас будет прием у Акима. Там вопрос тоже сложный, вопрос к адвокатам. Ну, буквально любые вопросы их личные, которые они сами не могут решить, потому что они не могут общаться с людьми. Поэтому мы помогаем как посредники. В ближайшее время лиц с ограниченными возможностями будут обучать основам предпринимательства, что позволит им открыть свое собственное дело и развивать его в дальнейшем. Кроме того, специалисты напоминают о том, что они могут стать участниками ряда программ в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы.